Если ты хочешь получить деньги на баланс просто так, то слушай меня внимательно. Что тебе нужно сделать? Перейти по ссылке, которая находится под этим видео в описании и в первом закрепленном комментарии. Лайкнуть видео, которое находится по ссылке и оставить много-много комментариев. И также подписаться на мой канал. То есть это три условия, которые важно выполнить. И если я тебя замечу, то уже через неделю я выберу трех победителей, которые получат деньги на баланс. Сажу обязательно об этих победителях в новом видео на моем канале. Поэтому обязательно следите за этим каналом. Именно на этом канале я и скажу, кто победил. Участвовать могут все, поэтому я желаю вам удачи. И уже не раз я проводила этот конкурс, и счастливчики были, они были очень рады. Я держу свое слово, я, конечно же, перевожу деньги на баланс. Поэтому участвуйте. Удачи вам! Здравствуйте, дорогие волшебники! Я рада, что вы посетили мой канал. Сегодня у нас будет онлайн-гадание на том, кому же вы нравитесь в данный момент. Я очень люблю онлайн-гадание. Почему? Потому что вам не нужны карты. Так как я буду сегодня гадать на целых двух колодах. Это старшая Аркана Таро. И также магический гербарий, новая колода от Май Тол. Которые мне прислали. Мне они очень понравились. И не только мне, но и вам. Допустим, я сама делала даже карты. И гадала в свои карты. У меня бывало и 150 штук, и так далее. И обычные колоды. Так что, если что, я обязательно сниму видео, как создать свои карты. Пишите обязательно в комментариях, интересно вам или нет. В первую очередь я раскладываю магический гербарий. Кто уже влюблен в вас? А может, вы сейчас нравитесь? Кому же вы сейчас нравитесь? Сейчас обязательно задайте при себя вопрос. Кому же я нравлюсь? И после этого выбирайте одну из этих стопочек. Я сейчас тоже сделаю выбор. Я выбрала уже колоду. В конце я вам расскажу. Вам же я даю время, чтобы вы это сделали. Сейчас же я вам расскажу, кто же в вас влюблен. Первая стопочка. Душистая фиалка. Душистая фиалка. Круги на воде. Если вы выбрали стопочку номер один, значит, вы нравитесь человеку, который домашний. То есть он любит чаще всего проводить время дома. У него мало друзей. И он часто совершает ошибки. Что говорит вот эта карта. Круги на воде. Вы с ним общались. И вы получали от него только негативный опыт. У вас был неприятный диалог. Либо он вам как-то резко отвечал. Либо что-то еще. То есть вы сейчас под защитой. То есть он под этим прячет свою симпатию к вам. Потому что он очень закрытый человек. Так как у него не только... Не потому что у него мало друзей он закрытый человек. Нет. Это совершенно разное. Но просто из-за того, что он находится в таком сейчас состоянии. Не очень хорошем. О чем говорит перевернутая карта. Вот это. Поэтому он так сейчас к вам и относится. Но внутри вы все-таки даете ему надежду. И он думает о вас. Еще могу сказать о том, что он светловолосый. Человек выше вас ростом. Поэтому все, что вам нужно сделать, это начать с ним общаться. И давать ему теплоту. И тогда вы узнаете о том, что все-таки этот человек гораздо лучше, чем он себя показывает. И, конечно же, он вам покажет свои чувства. Он будет вам благодарен. Такие люди, как этот человек... У нас тут просто начинает все таять. И очень страшный сход снега с крыши. Поэтому иногда шум. Вот. И поэтому, если вы дадите ему то, чего ему так не хватает в данный период жизни, то он ему будет благодарен очень долгое время. Возможно, и всю жизнь. Но это тоже не нужно загадывать. Вот. И поэтому я думаю, что вы уже догадываетесь, что за человек в вашем окружении есть. Поэтому вы просто можете потихонечку... Если он вам симпатичен, то можете к нему потихонечку... так скажем, подходить и пытаться растопить лёд в его сердце. Если вы выбрали вторую стопочку, то... Это прям человек такой очень энергичный. Ну, не сказала бы, что сильно, но он такой яркий. Его любят девушки. Вот. Но несмотря на то, что он такой, как бы сказать, легкомысленный, вы всё равно ему в душе нравитесь. Но это не показатель того, что у него это чувство только к вам. Это могут быть чувства и к другим девушкам. Почему? Потому что здесь вот попалась роза. Вот. Поэтому, да, роза, это, как вы знаете, что это вообще очень красивый цветок и так далее. Но вот именно вот эта карта показывает о том, что он, конечно, очень красивый парень. Очень красивый мужчина. Вот. И вероятно, что у вас как бы чувство взаимное. Возможно, даже вы... Ваше чувство сильнее, чем у него к вам. Вот. Но при этом отношений он не хочет. Вы ему нравитесь, но карта отшельника говорит о том, что перевёрнута, что ему не нужны сейчас, в данный момент, отношения. И он просто наблюдает за вами со стороны, либо, может быть, общается как-то по-дружески, либо, может быть, как-то у вас есть какие-то романтические отношения, но они далеко не заходят, потому что он не готов. Вот так же, как вот, допустим, лопух. Всё, как говорят про лопухов, да, вот есть сочетание людей, ты типа лопух, да, как дурачок. Вот. Потому что он любит очень много шутить. Вот. Это не значит, что он там какой-то глупый и так далее. Просто он такой очень весёлый человек, вот. Весёлый, красивый, но несерьёзный. Поэтому это ваше уже решение, что вы будете с этим знанием делать дальше. Ну, вот всё, что я могу сказать вам о человеке, которому вы нравитесь. Третья столбка, которую выбрала я, мне очень даже само интересно. Так, ну вот эти, они не переворачиваются. Просто будь. Ну, вот это очень. Кстати, парень, мужчина, у которого сейчас жизненные неурядицы. В его сейчас жизни всё кверх ногами, то есть о чём показывает колесо счастья. Его колесо просто жизни перевернулось в 180, и он сейчас в положении таком, что он не знает, чем же ему сейчас заниматься, что же ему делать с этой жизнью. Возможно, у него было какое-то расставание, либо просто какие-то сложности. Но точно не с собой. Почему? Почему? Потому что есть здесь вот такая карта. Просто будь, спокойствие. То есть этот человек очень спокойный. Поэтому, возможно, вы, если вы не знаете, кому вы нравитесь, возможно, вы можете догадаться, кто это. Но вам будет это сделать очень сложно, потому что человек по максимуму скрывает свои эмоции. Он очень спокоен. Вот. Что вам хочу сказать? Я не знаю насчёт света волос, но я вам точно могу сказать, что он, в принципе, интересный человек, у него есть деньги, то есть он не беден, вот. И также он очень семейный человек, то есть он стремится к отношениям. Он для этого и работает, да, либо учится и так далее. Он думает о своём... Я болею немного, извините. Он думает о своём будущем. И поэтому, конечно же, вот эта карта показывает. Он будет в отношениях, он всегда даст всё самое лучшее. Поэтому наблюдайте за своими знакомыми. Если вы не знаете, кто у вас влюблён, вернее, кому вы нравитесь, присмотритесь, потому что вы сразу можете заметить спокойного, уравновешенного человека, который много думает, возможно, в каких-то сейчас сомнениях, грусти. Вот. Но при этом он улыбается, всё равно пытается думать о будущем. Вот. Поэтому, что уверена, что этот человек, когда у него повернётся колесо вот в такую сторону, то вы обязательно узнаете о его чувствах. А если вы знаете о его чувствах, и вы заметили, что его чувства к вам немного остыли, это не так просто человека сейчас, а немного непонятная ситуация в жизни, и ему надо её пережить. Последняя стопочка номер 4. Если вы выбрали стопку номер 4... Ух ты! Угу. Нехороший человек. Если вы выбрали эту стопку, то значит, вы нравитесь человеку... У него очень много негативных качеств. Возможно, он много выпивает, курит, даже, возможно, занимается какими-то запрещенными действиями, не знаю. То есть, этот человек постоянно на каком-то... будто бы огне, на порохе, на пороховой бочке, что-то такое. Вот. И его всё устраивает. Он обожает себя. Вот. Он любит себя. Также хочу вам сказать, что он брюнет, такой тёмненький. Вот. На панацию я не скажу, но он тёмный. Вот. Глаза, возможно, либо тёмные, либо, ну, такие серые, возможно, что-то такое. Нужно очень иметь большие силы, чтобы быть с этим человеком. Если же вы не знаете, кто это, либо предполагаете, сто раз подумайте, если он предложит вам отношения. Почему? Потому что ваша жизнь будет всегда непонятна, туманна. Вы не будете понимать, что делать дальше. Потому что он будет играть на ваших чувствах. Не потому, что он вас не будет любить, потому что вы ему нравитесь. Но он просто не умеет по-другому. Поэтому с такими людьми вообще связывать отношения, особенно судьбу, не стоит. А вот. Что у нас про лаванду? Сурово, но справедливо. В принципе, вот и карта тоже говорит о том, что он очень суровый человек. Но он действительно, у него есть и позитивные качества, это как честность, самообладание. Здесь, конечно, речи нет. Но, как у каждого человека есть свои позитивные стороны, у него, конечно, они тоже есть. Но, на удивление, вот все четыре пачки, вот какие я не брала карты, везде показывают, что парни симпатичные. Вот, и мужчина. Вот, и даже здесь уже показывается карта, что он очаровательный человек. Потому что, в принципе, такие люди, они очень очаровательные. Они могут быть некрасивыми, но они могут притягивать. Поэтому, да, этот человек даст вам много эмоций, если вы будете с ним. Либо он сейчас вам дает, не говоря о своих чувствах. Может быть, говорит, но смеется над вами. В общем, вы себя чувствуете постоянным напряжением, общаясь с ним, если вы можете общаться. Либо просто чувствуете его, вот эту вот не очень приятную энергию. Вот, поэтому, да, все решение за вами. Что вы будете делать с этим? Я просто вам говорю, как все есть. Я очень надеюсь, что вам это видео помогло. Вы узнали, кому же вы в действительности нравитесь. Надеюсь, что вы используете эти знания как нужно. И подумайте, что же делать с этим дальше. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. И до скорых встреч, дорогие мои. Пока-пока. Продолжение следует...